всем привет всем доброе утро давно я не начинала видео именно со своих работ первая готова сегодня я ее отошлю заказчица и вторая работа готова сейчас тоже отошли фотографии заказчица и тоже постараюсь сегодня ну как не постарайся сегодня же все отошли не смотрите на мой вид мне сегодня написали таня ты выглядишь какая-то уставшая и если честно туда на меня навалилась как бы столько много работы мне сейчас даже если честно какой-нибудь сериал даже некуда посмотреть потому что вечером обычно вечером когда я уже свободная скажем так от всех делов когда я могла бы просто сидеть и отвечать на ваши комментарии знаете что я делаю у меня новая школа я прохожу обучение видео школе где нас обучают всяким разным фишкам таким которые ну которые например не каждый знает как пользоваться телефоном какие настройки сделать в какой программе монтировать видео в общем как то так но это все больше не для ютуба потому что в ютубе я как бы знаю чё к чему и чё почем я уже давно научилась монтировать правильно видео вставлять то что мне нужно и то что мне не нужно в общем я как бы все это знала а вот это все для тик тока я хочу еще продвигать хочу еще продвигать тик ток и у меня есть канал но это был сабринкин тик ток она потом его мне отдала я так надеюсь и я туда выставила буквально пару видео у кого есть интерес но посмотреть и поддержать меня то я я не знаю как я оставлю ссылочку как это будет но чем короче говоря я что-нибудь придумаю если у меня сегодня не получится то я может быть завтра вам покажу вернее я оставлю ссылку просто сегодня дома никого нет и у меня сегодня не так сильно много времени я сейчас пойду мне нужно будет погулять с собачками потому что у нас уже время обед сейчас приведу себя в порядок видите я же еще не накрашена и пойдем вместе погуляем поговорим там кое о чем что какие у меня планы сегодня еще на сегодняшний день мне эрик попросил свозить его в магазин в другой город так что мы сегодня после обеда с эриком по магазинам вот так вот я с эриком очень-очень прям очень-очень редко он меня просит чтобы я его куда-нибудь в магазин отвезла прям очень-очень редко но это он не попросил я ну ладно давай поехали у них по ходу сильно много свадеб намечается эрик хочет купить себе новый костюм он пока учился он же вот учился полгода у него онлайн было и он это все время находился в доме и он прям так заметно поправился но когда нет движения целый день ты только сидишь за компьютером то прям заметно но уже сколько когда он начал работать где-то с середины лета он начал работать до где-то с июля месяца наверное он уже похудел он уже похудел ну просто наверно в свой старый косюнчик он не влазит а может быть захотел просто еще один докупить в общем как то так сегодня с после обеда с эриком поэтому я сейчас кстати сегодня у нас пятница у карины короткий день так что карина сама сегодня будет забирать пауна из школы а софии не знаю софи я не знаю как они договорились то ли она ко мне придет опять то ли она домой пойдет со школы в общем я не совсем в курсе но я потом в течение дня конечно позвоню карина но спрошу у карины у нее еще у нее еще учеба так у нее еще учеба кстати я сейчас смотрю на часы 20 сентября у моей знакомой с которой я начинала работать сегодня день рождения но она меня точно не смотрит но все равно пожелаем ей счастья и здоровья но есть люди которые меня смотрят они ей передадут что я помню про нее что я про нее помню очень замечательный человек очень много у меня именно от нее всяких разных рецептов она меня начинала учить немецкому языку и поэтому она она очень много выводила меня на разговор скажем так а когда у тебя есть практика в немецком языке но это было знаете 30 лет назад ну почти 30 лет 25 скажем лет назад а когда ты именно практически можешь тренироваться скажем так в языке то язык продвигается намного быстрее прям очень очень быстро потому что тогда я была молодая и красивая и я прям запоминала целыми предложениями не то что слова а для меня даже было выгодней или удобней запомнить прям вот как целое предложение правильно сказать ну и я за счет этого грамматические ну более-менее нормально более-менее правильно разговаривала на немецком языке ну конечно не на сто процентов но все равно я своим немецким языком довольна я все понимаю и могу ответить на те вопросы которые мне задают так что еще хотела сейчас у меня вообще еще опять практика с эриком ой с эриком с паулем я уже как-то себя поймала на мысль что когда тебя что-то спрашивают и там день в магазине или какой-нибудь прохожий проходит да там и когда тебя что-то спрашивают и я такой человек я стараюсь все быстро ответить и у меня иногда заплетается язык заплетался сейчас уже более-менее нормально потому что практика есть практика так мои хорошие пойдемте сейчас приду себя в порядок и пойдем гулять собачками я свои патчи не выбрасываю я их собираю а потом их можно развести просто теплой водой и полить те же самые цветы можно полить потому что это все биологически чистый продукт натурально можно масочку для рук сделать не масочку а такую ванночку или если вы делаете педикюрчик я вот делала позавчера по моему педикюр и но я забыла просто напросто про них можно было сделать педикюр вместе в такой вот водички с морскими водорослями скотти 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 ты у нас такой редкий гость так что хоть немножко загляни в камеру броник я не тебя звала я знаю что ты всегда рядом скотти скотти и ты здесь мурчишь сейчас твой хвост будет в камере да да что ты там делаешь мордочку чешешь или что хотела собачками куда подальше пойти погулять ну как обычно мы ходим гулять туда в поле они просто вышли и легли здесь походу они особо гулять не хотят да на улице замечательно листья падают осень ну будете загорать здесь лежать ну лежите загорайте жорик соседи видно вышли но я хотела немножко с вами поговорить во первых насчет бадов кому там что не помогло а где вы видели чтобы бады вам помогли я не знаю за какой-то месяц или полтора или как вы хотите чтобы вам бады помогли мне вот этот вопрос вот очень интересен это же не какие-то таблетки которые вы пропиваете там 10 дней и выздоравливаете это бады они же просто для поддержания нашего организма более более энергичной форме что ли как-то так сказать как бы так выразиться потом вот знаете я вам сейчас покажу сколько у меня стоит всяких разных бадов витаминов я не знаю минералов которые вы мне советовали которые я покупала и которые ну мне вообще тоже никак не зашли кстати могу даже кому-то кто в этом советовал кому помогают могу прям вам отослать я буквально ну не знаю какие то я начала пить у меня желудок начала сводить знаете прям такой желудок стал как комком ну там такие кап ну там такие то я сейчас не помню какие были по моему которые от суставов ну там прям такие огромные капсулы во первых ее выпить даже тяжело ну и короче говоря у меня стало желудок сводить я же никому претензии не предъявляла я просто сделала вывод что я их больше принимать не буду вот и все я на у меня например спирулина еще не закончилась а я одна из первых которую купила спирулину именно в атоме а потом вам показала а потом вы уже начали ее заказывать если вы точно так же заказали даже если вы точно так же заказали как я то у вас еще курс даже первые три месяца не прошел у меня еще там достаточно много в баночке поэтому если принимать какой-то бат на протяжении там я не знаю трех четырех недель жарик то естественно вы не почувствуете никаких никаких изменений и от бадов ну бады вас не вылечат от ваших болячек в общем как то так и бады это же просто пищевые добавки которые там добавляют нашему организму там железо калий кальциум витамин с кстати я даже перестала пить витамин с тот который я принимала раньше потому что я его и карины давала она где-то мне тоже от него что-то желудок сводит и я стала чувствовать такой знаете дискомфорт в желудке не знаю даже почему но как это так поэтому каждый бат кому-то подходит кому-то не подходит но не надо делать такую прям точку что все это по нулям у нас если так разобраться то у нас можно много чего по нулям сделать особенно если пару дней попробовать и потом запросить мне в принципе все равно я вчера сказала что я никого ни к чему не призываю каждый решает сам для себя вот лишь когда мне что-то советуете я делаю для себя вывод надо ли мне это или не надо я смотрю и на цену и отзывы какие вы написали какие люди пишут все потом сопоставляю или заказываю себе или не заказываю но правильно же я говорю я думаю то но собаки мои так и не хотят заходить я их так звала звала но они 0 хотят на улице позагорать но пусть позгорают соня любит сейчас я смотрю и жорик стал вместе с ней так ну вот смотрите все по вашей наводке и селен и витамин c и вот такой какой-то мне недавно кто-то советовал между прочим все это не дешево стоило вот это по моему около 20 28 айра стоило до плюс пересылка вот этот вот тоже по моему что-то для для суставов куркума и цинк и вот эти вот капсулы кстати вот эти капсулы раньше когда они были вот именно в капсулах а теперь они в таблетках и таблетки здесь такие лошадиные так стой и вот смотрите полная банка иди сюда вот огромные и по моему у меня вот от этих желудок сводит от этих и от витамина c вот именно хотя вы видите да что это хорошая фирма что это все натуральное должно по крайней мере быть вот это я только не помню для чего я их покупала что-то коллаген витамин d3 неважно видите сколько всего у меня лежит кому что надо срок годности нормально сейчас поищем срок годности где здесь еще написано где написано срок годности я их недавно покупала ну короче не вижу я где здесь написано срок годности может быть вы где-то увидели не знаю вот эти вот тоже недавно только покупала тоже мне не зашли так где здесь срок годности вот до 30 ноября 25 года вот видите все по вашим вот и это еще не все просто мне олень было все подряд вытаскивать кстати яблочный феном у меня тоже еще есть а я посмотрела наверно дня два назад а сабрина видно брала и так дальше убрала коробочку и я думала что у нас уже закончился не увидела дальше кто-то сказал что уже где вильнюсе да по моему сказал уже на выходные будет минусовая температура у нас пока еще нет я посмотрела потому что нужно будет вовремя отломить отростки от колеса потому что вот эти вот колес у меня шикарны они у меня в земле растут я здесь бабочку увидела думаю дайте-ка я вам сниму и жорка идет ой как на солнышке то печет какая красавица собаки на лежат карина кстати сейчас позвонила и сказала что она ко мне приедет я говорю кстати очень вкусно я кса говорили карина я же сейчас скоро с эриком уеду она как ничего я сейчас через полчаса у тебя вот я купол от на повод приезжать куда мне деваться что я еще знаете что жду хотела все равно собачками пойти погулять а жду мне сегодня очередную посылку мою мою ли там лично для меня заказала очередную посылку с нашего европейского сайта опять сирена сижу жду должны привезти такой желе да ну очень вкусно по нашей улице несется сирена машина сейчас устроим пример очку смотрю на себя и думал что у мне такие щеки красные сегодня это то ли меня кто-то прям усердно материт прям так стараючи то ли это у меня сейчас а то что я сейчас собачками на солнышке по солнышку прогулялась у нас же такая отличная погода прям замечательная и думаю что то вы как думаете это от солнца или меня кто-то материт еще сегодня с утра уже два раза вы хотела володе позвонить уже два или три раза пробовала и не могу дозвониться не знаю почему обычно он мне сразу перезванивает а это прям тишина и тишина целый день как-то странно очень ну почему ты не перезваниваешь если я звоню значит я что-то хочу но и тишина такая в ответ не знаю может быть он где-то работает так что главное что у меня гудков вообще никаких нет телефоне я не знаю почему может быть он где-то работает а затем часто работает где-то в лесу где вообще никакой связи нет может быть он где-то работает ладно неважно в течение дня попробуем еще дозвониться ну а сейчас сделаем пример очку но у меня пример очка будет небольшая у меня всего две вещи блузку и платье которое я купила ну а вы скажете мне как кстати сабрина сегодня работает в магазине и если я раньше померила и что-то бы платье мне но я думаю что платье нормально то можно было ей отдать она его обратно сдала я думаю что платье нормально она так она сейчас увидите но так платье показываю как кто хочет обыкновенное черное платье которое без ничего просто узкая черная платье бегите он или там еще есть правда возможно уже не все размеры имеется у меня размер по моему 42 надо потом будет посмотреть девочки она стоит 25 ура с копейками ну как нормально можно оставлять я когда карине показала она ведь вам удивишь наподобие такое черное платье есть я вот то платье которое у меня такое есть я в нем хожу дома вот помните где вот у меня здесь такие завязочки да на бантик завязываются рукава и я бы не она такое более широкое более свободно а под вот это платье было бы красиво я так думаю по крайней мере вы мне советуете какой нибудь такой пиджачок поэтому я пиджак и смотрела но ничего такого не нашла но я надеюсь честно пишите да мне нравится мне нравится сейчас будем мерить блузку которую я купила в тк макс девочки блузка которую я купила в тк макс есть всех расцветок и белые и бордовые сейчас оказывается бордовый цвет в моде я смотрю сабрина все себе бордовая заказала даже бордовые туфли а я что-то этот момент упустила я тоже себе бордовую блузку такую купила в общем вот такого фасона сейчас вам покажу не знаю как вот с этими брюками можно надевать или нет как она смотрится тут джинсы я как-то не ношу у меня только черные брюки белые но белые мне сейчас немножко большого ты не так прям видно что большого ты я их но если так с какой-то свободной такой блузкой или футболкой одеваю то еще ничего я думаю с такой блузочкой но вообще пишите как кейли брюки подойдут под эту блузку не про будет интересно послушать ваши почитать на нее ваши комментарии но и может быть с этими брюками тоже нормально кстати эти брюки которые я в королевых воров тогда купила пару раз я их уже конечно надевала так ну что пишите девочки блузка стоила 1499 но я ее по-любому оставлю так что ценник можно оторвать ценник можно оторвать сегодняшняя я еще с эриком поеду закупаться но это уже конечно без вас скорее всего нет если вдруг что-нибудь интересное попадется мне в городе то я вам покажу сегодня мы поедем с эриком гирхаузен он сначала хотел в лейдерсбах у нас просто в лейдерсбахе есть хороший дешевт такой магазин но видно такой популярный со свадебной одежды нет он не собирается жениться я его живу то что от эрик у нас можно все ждать я ему говорю эрик он как мне просто нужен новый костюм все не сдавать и никаких лишних вопросов я ну ладно оказывается туда нужно специально делать запись там не все так просто поэтому он выбрал там еще какой-то магазин еще какой-то магазин еще какой-то магазин еще мы сегодня поедем не знаю куда поедем он будет говорить куда я буду ехать в общем как то так ладно мои хорошие на сегодня я буду с вами прощаться всем пока пока и до на завтра мои хорошие